Если генерал назначил наступление на 2 часа на 5 жжет, то старшина подняет в 6 утра. Мы уже не на Кавказе, а в Карпатах, а в горах, те люди, которые несколько лет там стали земли нашей Родины, пытаются прорваться на Запад, чтобы даться свет не Советская Азия, потому что там им особо ловить нечего, а даться американцев или англичанцев. Навстречу им выдвигается, как раз вот мы видим, штурмовое оружие турбинку с десантом, ребята встретили своих, возможно, боевых товарищей, немцы здороваются, проговаривают дислокацию, и действительно планируют дальнейшие действия против наступающих, буквально наступающих в 5-й части Советской Красной Армии, которая докладывает по самому парадию. Мы слышим выстрелы, почему? Потому что на самом деле к самоходской штурм-ресурции подошли пельджан-дармы, то есть те самые люди, о которых мы вам уже упоминали. Это военная полиция, которая проверяет, в какой цели и почему эта группа движется по дороге. В эти дни на пельджан-дармы было наложено такая миссия. Они препятствовали пельджан-дармы. Вот группа папы, которые пытаются прорваться, и сейчас вот самоходская штурм-ресурции, где-то как-то простого, просто сворачивается, и очевидно, генерал-решили проекты, по-друге. И вот там совсем-совсем вдали, вдоль деревьев, в родительской фаре, едут полуторку красных флагов. И с той стороны идут наши войска. Они еще не знают, что здесь огромное количество людей умеров украины. Они еще этого не осознали. И они могут отрываться на крупные неприятности. Торвутся. Они занимают позиции возле твоего штурмового орудия. Это индейцы заняли позиции на топах. И тут немцы начинают понимать, что это не просто грузовик. Это разведгруппа из 1-го украинского фронта, которым командовал, кстати, маршал Коник. Советская ударная группа состоит из легендарных автомобилей КАЗ-67, та самая полуторка. КАЗ-67, это неполуторка. Тут в ГТМ, в ГТА. О, ребята. Здесь полиция. Наше предназначение в сторону Фраги было стремительным, но, тем не менее, разведки никогда никто не забывал. Потому что четыре года войны получили нато, что без разведки ничего делать нельзя. Поэтому вы хотите стремиться на продвигающихся танков, перед которых были грандинисты, я думаю, до Бутлова, и тогда были разведку и легкие, большие партии, так как мы могли бы видеть, как нашего производства. Это было так, что мы могли бы подвергнуть. Были под открытым. И мы не знаем, что это не так. Вот, начинается, что это. Вот, пошло. По поводу Штурки отстреливаются от нашей разведгруппы. Для наших, по-моему, в городе 3-15, у нас силы очень легкие. И они нарвались на несерьезный пункт противования гидрофлот. Насчет интервьюрной техники. А, пускай. Володя. 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 Ой-ой-ой-ой. Володя. Вот, идет. Володя. Один смогут пожаловать shieldферс approved through the referee. Выין until they come from there. Выantu п ring temple. Советская группа всем временем проводит вз IPOCRS. Так или кто тебя сIT κα McConnell. Происeln из其他 бимона заставлась. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok